Поверьте мне, человек любой комплекции легко поворачивается на бочок. Именно в формате тренинга будущие волонтёры смогли познакомиться с принципами и ключевыми правилами оказания первой медицинской помощи. Несомненно, её квалифицированно могут оказать лишь медики. Однако нередко случаются ситуации, когда жизнь пострадавшего полностью зависит от того, кто первый окажется рядом и чем он сможет помочь. Суметь не растеряться в такой ситуации – главная задача, которая легла в основу мероприятия. Болезни, несчастные случаи могут случиться внезапно. И, конечно, быстрая помощь. Если рядом оказался обученный, квалифицированный человек, который может оказать помощь, он может предупредить инвалидность и также спасти от смерти. Оказание первой медицинской помощи особенно эффективно в течение самых первых минут. На этом был сделан основной акцент. Но, как подчеркивала руководитель тренинга Татьяна Рыжик, понятие – это первая помощь всеобъемлющая. Нужно обладать обширными знаниями, но многое зависит и от чутья, от наития. А чтобы всё вышесказанное сложилось в целостную картинку, необходимо на практике отработать каждое движение, каждый этап процесса. 20% людей, которые оказались в чрезвычайной ситуации, можно спасти, потому что нужно знать принципы первой помощи и как оказать первую помощь в ситуации, когда оказался человек. Мне интересна вся тема первой помощи и Красного Креста, их деятельность. Я хочу научиться оказывать людям первую помощь. Если будут какие-то проблемы, я смогу потом помочь, если сегодня пройду обучение. От несчастных случаев, травм и внезапных болезней не застрахован никто. А потому столь важно, чтобы в непредвиденной ситуации рядом оказался человек, достаточно грамотно владеющий навыками оказания первой помощи. Волонтёры перед собой ставят именно такие задачи, ведь среди принципов организации Красного Креста один из главных – гуманность. И за долгую историю движения, которому в этом году 95 лет члены сообщества дарят добро, считая, что оно обязательно вернётся.